Департамент юстиции Павлодарской области в очередной раз провел встречу с населением Экибастуза для оказания им бесплатной юридической консультации. Основная цель мероприятия – оказание правовой помощи населению и разъяснение новшества законодательства. 17 июня прошлого года на Всемирном Курултае глава государства дал поручение работать омбудсменов по защите прав граждан. Вот именно роль омбудсменов поднять – это по защите прав детей, несовершеннолетних детей, потому что роль действительно на сегодняшний день у нас, роль таких правозащитных организаций очень необходима, потому что есть правовой нигилизм, немножко люди недопонимают, поэтому попадаются в рамки вот этих мошенников. Потом мы сейчас такую массовую работу проводим в департаменте юстиции Павлодарской области, выезжаем в отдаленные сельские округа, и вот сегодня я сама лично выехала в город Экибастуз. Для плодотворной и результативной реализации данного мероприятия департаментом была организована специальная группа, в состав которой вошли квалифицированные сотрудники структурных подразделений департамента, прокурор Экибастуза, начальник управления полицией города, юристы, судебные исполнители, нотариусы и адвокаты. Немаловажный сейчас момент тоже сказать о том, что лудомания у нас сейчас законом уже преследуется, игры, азартные игры, и мы департамент юстиции в рамках своей компетенции, когда выезжаем, мы обязательно не только по функции органов юстиции говорим, а говорим всесторонне и по линии органов полиции, по линии надзорного органа, где мы находимся, мы обязательно людей осведомляем. Все желающие граждане и представители юридических лиц получили необходимые консультации по всем интересующим их правовым вопросам. Также собравшимся разъяснили, что сегодня консультацию можно получить в формате онлайн. На сегодняшний день цифровая юстиция обеспечила людям, не выходя из дома, подавать документы, при этом ему необходимо иметь ЕГОФ Мобайл, ЭЦП ключ, для того, чтобы можно было выбрать нотариуса. И таким образом нотариус выдает уже цифровой документ в виде доверенности цифровой. Онлайн-консультация. Также в рамках своей работы нотариусы могут юридическую помощь оказать по вопросам нотариальной деятельности, тоже в онлайн-формате. То есть эта услуга платная будет, там есть оплата, тоже через КАСПИКЗ могут оплачивать. При этом необходимо иметь электронно-цифровую подпись, ЕГОФ Мобайл доступ, и граждане могут через биометрию уже получить консультацию онлайн. Кроме того, населению были даны разъяснения об эффективности и доступности робота-судебного исполнителя. В департаменте юстиции рассказали, что ранее возникали случаи, когда физические лица не знали о наложенном штрафе из-за несвоевременного получения уведомлений. Из-за задержки с оплатой задолженности люди должны были дополнительно выплачивать до 25% от суммы штрафа частным судебным исполнителям. Новое решение позволяет людям сэкономить как время, так и деньги.